Всем привет в Ингнегайби и с вами Екатерина. Продолжаем проходить Эннелию. Вот, сразу приступаем, готовьте чаёчки-печенюшки, а перед тем как начать обязательно поставьте лайк данным видео и подпишитесь на мой канал. Да-да-да, а мы начинаем. От озера подруги поднимаясь в город по самой длинной дороге и всех возможных. Появление жреца Салара их сильно растревожило. Акерина и вовсе обзавелась новой версией. О том, что Эннели решила бежать из Науриса из-за него, опасаясь Салара. В общем-то, оно так и было. Теперь подруга тоже боялась, хоть до конца и не знала, чего именно. Однако жрец Салар считался одним из самых уважаемых жителей поселения. Несмотря на довольно молодой возраст, он уже являлся верховным жрецом Святой Витвианы. Прихожане выстраивались в очереди, чтобы побеседовать с ним. Все без исключения доверяли ему. Ох, если бы они только знали правду. Сами того не заметив, за разговорами и тревожными обсуждениями подруги вышли на главную площадь Науриса. На площади, на удивление, немноголюдно. Винить стоит, конечно же, подготовку к ритуалу, который должен состояться поздно вечером, как только угаснет сердцевина. А времени до этого момента остается совсем немного. Еще столько нужно сделать. Закончить, украшать улицы, подготовить свой разум, настроиться на нужную волну. Чтобы ощутить на ритуале то самое удивительное чувство единения, принадлежности к общине. Приверженности истинной вере, объединявшей всех взрослых. Энелии и Келине этого не понять. Пока что. Они лишь могут делать вид, что может готовиться к празднику и бегать по всем поручениям взрослых. Скучнее занятия не придумаешь. Келине останавливается посреди площади, словно бы тоже не желая возвращаться в приют ветвей. Там Зуля обязательно навесит на них кучу заданий, которые нужно выполнить срочно и желательно одновременно. Энелия, понимающая, усмехается. В Наурисе есть много мест, где можно провести время куда более интересно. Вы с этим уже решили, когда нам с тобой придется попрощаться? Келина, говори тише! Точное время мы не обсуждали. Всё зависит от кристаллов, которые я нашла у озера. Если они помогут... То твоему другу ещё нужно будет закончить своё изобретение, да? Ему осталось совсем немного. Но я ещё побуду здесь. День или два. И не уйду, не попрощавшись. Да не грусти. Вдруг всё вообще пойдёт не так. Изобретение не сработает или ещё что. Тогда и покидать нас не придётся. Спасибо, что беспокоишься обо мне, подруга. Ну, конечно. Ведь помогать тебе могут только сильные мальчики-друиды. А я так. Поплакаться в плечо, когда грустно и страшно. Не думала о том, чтобы решить проблемы без побега. Так, тут ещё у нас выбор. Так, я очень частенько сохраняюсь. То, что мало ли что, мало ли что. Может, какой-то будет гайд, где можно посмотреть разные ветви событий. Ну, 100% там, может быть, помимо двух, которые, я предполагаю, будут разные в конце, что было в демке. Может быть, ещё какая-нибудь ветвь есть. Вот по поводу Саллора, например. Есть ли она вообще... Ну, ладно. Даже не представляешь. Спасибо, подруга. Давайте-ка... Даже не представляешь. Даже не представляешь. Как долго я об этом думала, Келина. Лишь бы твоё благоразумие не подвело. Так ты сейчас отправишься прямо к нему? Или, может, хочешь вернуться в приют и снова стать девочкой на побегушках у Зули? В этот раз Зули придётся найти кого-нибудь из малышни. Лично я по её поручениям уже набегалась. У меня ещё есть немного свободного времени. Тогда пойдём со мной? Навестим Буна? Я уже пообещала жрецу зайти к нему в храм. Ах, точно, точно. А мы, кстати, да, обещали так, надо ещё... Извините. Почитать про Буна. Бун. Молодой талантливый художник. Милый и несколько неловкий Бун, постоянно пропадающий в своём картинной мастерской. Их знакомство с Энелией началось с одного из поручений Зули и постепенно переросло в дружбу. Бун всегда рад видеть Энелию, в том числе и потому, что за ней всякий раз увязывается Келина. Ну да, можно было догадаться, что там какая-то искрика между ними. Да, да-да-да-да. Хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Помню. Просто надеялась, что ты передумаешь. Будь осторожна, подруга. В древе нет ничего опаснее игры с огнём. Энели с сомнением смотрит то на подругу, то на висящийся перед ними и храм. Висящийся? Это как? Может, стоящий перед ним? Ну ладно, хорошо. Может им сначала немного прогуляться? О, кстати... Тут три варианта. Отправиться в храм, навести Дибуна, пройтись по Унаурису. Угу. Если честно, как я в прошлой серии, по идее, я пообещала Салару, солярхе, этой той чёртовой солярке, да, этому жрецу, пойти к нему в храм. Давайте-ка я всё-таки пойду в храм. Вот. По поводу Буну, вроде как, возможно, не изменилась, Светка. Если что, под описанием, под видео я оставлю ссылку на прохождение демки. Там как раз-таки я пошла по ветке навестить Буна. Вот. Так что, давайте-ка я отправлюсь в храм. Встреча со жрецом не выходит у меня из головы. Я должна пойти в храм и поговорить с ним ещё раз. Уверена, что должна. В древе нет ничего опаснее игры с огнём. Зато посмотрим. Пожав плечами, Энелли проходит мимо подруги к рядам торговых палаток. Скоро становятся видны ступени, ведущие вверх, прямиком к главному храму святого Витвяны. Необъяснимая дрожь возникает внутри, когда Энелли смотрит на эту громадину, сотканную из мягких природных линий и хрупких кристаллов, нависающую над ней. Творение истинного художника, светлое и прекрасное, никак не вяжущееся с его создателем. Храм святого Витвяны наполнен светом и спокойствием. В нём так много простора и воздуха, что можно невольно забыть о том, что он встиснут среди улочек Науриса. Кажется, это какое-то иное место. В другом мире, на другом древе. Или даже не древе вовсе. Энелли нравилась бывать здесь прежде. Мечтает о неведомых землях и прекрасных городах, существующих лишь фантазии. Может, поэтому её так тянет вернуться. Возле одной из колонн внезапно возникает мерцающая дымка, едва различимая в астральном измерении. Она представляет свой вихрь тумана, из которого медленно формируются размытые образы прошлого. Он куда-то пошёл. Кстати, можно на эту статую посмотреть. Святая Витвяна молчаливо взирает на прихожан с высоты своего величия. Её руки – крепкие ветви, дарующие питательные плоды. Её волосы, поддерживающие свод точно крона древа, упирающиеся в земной слой, на котором раскинулись тайные просторы. Её тело есть само древо, в котором находится Науриз. А корни… Корни обнимают озеро рождения, откуда произошли они все. Без Витвяны не было бы древа, а древа не существовало бы без Витвяны. Они единое целое. Они – это все, что есть у Зоани. В ней всё. Так, почитаем. Фамилия. Тайные просторы. Земли за пределами древа. О них известно немногое. Тайные просторы испещрены каньонами. Господи, как это слово странно звучит. Лабиринтами и фантастическими лесами, а их разнообразнейшаяся флора и фауна почти не изучена. Понятно, у меня язык заплетается. Так, посмотрим дальше на этого. С удивлением, Нелли понимает, что это чьё-то старое воспоминание. Она видит молодого Дурида, пришедшего, чтобы помолиться Святой Витвяне. А, то есть вы хотите сказать, что Дуриды всё-таки ходят, но при этом пытаются не пересекаться с местными. Окей. Пошёл молиться. Он склоняется под её алтарём и выглядит так, словно хочет покаяться в самом страшном из грехов. Нелли жаль этого юношу, хотя она и понимает, что всё могло происходить много лет назад. Ещё посмотрим. Воспоминание печального юноши Друида. А, и на этом всё. А можно ещё раз на статую Витвяне посмотреть? Точно ничего такого нету. Так. Исполинская статуя Прикс. Исполинская статуя Прекрасность Святой Витвы Иоанны. Ну да, походу тут всё. Так, если мы вернёмся, да, тут всё по-обычному. О, кстати, эти не были активны. Украшения и кристаллы, цветы и тайные записки. В отношении Великой Богини от прихожан с молитвами и надеждами. Говорят, они сбываются, но Энелли с этим не так везёт. Или может сбываться только правильное желание? Хороший вопрос. Так, о, прихожане. Редкие прихожане, решившие пожертвовать подготовку к празднику, чтобы ещё раз посетить храм. Жит Салар, знает своё дело. Понимает, когда нужно выслушать, а когда дать ответ. Он может исцелить больного, может указать путь заплутавшему. Он умеет слышать голос Витвяны и способен наделять своим даром других. Не удивительно, что прихожане, коих уже не счесть, просто умоляли Эквилю и других жрецов сделать Салара верховным жрецом поселения. Кажется, они боготворят его не меньше, чем саму святую Витвяну. Ну да. Так, что ещё у нас есть? Так, 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 так. Вроде бы ничего такого нету. А можно ещё раз на статую посмотреть. Ну ладно, мы на неё смотрели. Ну, короче, Салярушка, привет. Тёмная фигура жреца резко выделяется на фоне светового великолепия храма. Салар кажется чуждым в своём собственном архитектурном творении. Блин, я путаюсь либо салар, либо салар. Мне удобно салар, так что извините. И всё же, отчего-то здесь он выглядит вовсе не таким грозным. Его лицо расслаблено и задумчиво, а золотистые глаза наполнены каким-то внутренним сиянием. Он смотрит на статуи Витвяны так, будто молит за всей душой. Всем известно, что жрец принёс много добра жителям на Уриса. Отчего же он поступил так с Азой? О, можно ещё осмотреться. Давайте-ка ещё осмотримся повнимательнее. По-моему, и можно, кстати, и пойти. А, можно пойти дальше, ага. Так. То есть нам дают... Нам ещё здесь намекают? Ладно. Ну-ка. Может, что-то ещё изменилось. Вроде бы. Смотрите, я ничего не сделала. У меня сразу из получива чутья. Решившись, Энелли подходит ближе. Серьёзно? Я даже ничего не сделала. Офигеть. Не зная, как начать разговор, она просто снимает с сумки одно из украшений и склоняется над алтарём, чтобы сделать подношение. Жрец Салар сам замечает её. Ты всё-таки пришла. Да. Как бы мы не видели тебя, так что его здрасте. Но вы ведь пригласили меня. И то верно. Я не был уверен, что ты на это решишься. Раньше ты заходила в храм куда чаще. Много раз видел, как ты точно так же подходила к этому алтарю, о чём-то тихо просила Святую Витвиану и подолгу стояла, глядя на неё. О чём ты молилась, Энелли? О том, чтобы увидеть другие земли. Узнать, что находится за пределами нашего древа. Лицо Салара озаряется мягкой улыбкой. Совсем не злой, а наоборот. Тёплый, согревающий, проникающий в самое сердце. Ну, в общем, мы поняли. Он пытается в наше доверие просто как-то взаимодействовать с нами, чтобы мы по итогу как бы... Ну, вы поняли. Не умею объяснять. Науриса? А я думаю, науриса, ну ладно. Ну, я по-своему буду произносить... Ну, вы поняли. И всегда поддержу тех, с кем разделяю убеждения. Например, тебя. Так, вот это тоже интересно. Звучит как честь, это лишнее. Так, кому же вы служите? Я не хочу вот это выбирать, ни одной из них. В одном случае, как бы, мы типа поддаемся к нему. В этом случае мы его разозлим. Может быть, какие-то последствия будут. А вот третий более-менее, как бы, 50-50. Так, кому же вы служите? Из чего вы взяли, что я захочу разделить с вами одни убеждения? Усмехаясь одними уголками губ, Салар делает шаг к Энелии. И его взгляд хитроватый и уверенный не сходит с ее лица. А может быть, его? Он будто бы пронизывает насквозь, рассматривая, изучая. Читая мысли и выискивая малейшие крупицы сомнений. В этот момент жрец кажется особо опасным. А Энелия замирает, как загментизированная, чувствуя лишь страх и биение своего сердца. Я служу единой богине, Энелия. Несравненной богине, чья власть простирается куда дальше нашего древа. Той, что снисходит к нам, чтобы даровать свою величайшую милость. Той, что наделяет умением усиливать разум и чувства. Той, что способна изменять миры. Его голос. Низкий и бархатный пробирает до мурашек. Слова, сказанные им. Привычные слова о величии богини. Обретает совершенно иной, пугающий и одновременно притягательный смысл. Энелия едва может выдавить хоть что-то в ответ, и все же она набирается храбрости. Речь все еще о святой ветвиане, жрец Салар. Зрительный контакт, наконец, прерывается, и Энелия обретает возможность вновь нормально дышать. Однако Салар стоит все так же близко, и его усмешка от этого становится только шире. Умная девочка. Я слышал, о чем вы беседовали со своей подругой Озеро. А-а-а, черт. Все-таки проговорилась. Блин. Все-таки вот какие последствия, да? А вот это неожиданно. И что ты сделаешь, Салар? А? Вот что ты-то нам сделаешь? Ну, прям не сейчас. Это, наверное, потом будет, да? Блин, мне сразу мурашки пошли. Келина. Кажется, так ее зовут. Эй, эй, на нашу подругу не надо. Не ваше дело, как ее зовут. О, очень даже мое. Только безумец может попытаться отлеветать честное имя Верховного Жреца Науриса, распространяя нелепые слухи. Да ты что? Угу. Совершенно зря, Эмелия. Может, расскажешь мне, что именно ты видела в этом храме? А вот это страшно. Я даже не знаю, что... Я даже не знаю, что сказать. Я даже не знаю, что выбрать. У меня уже мурашки пошли. То есть... А может быть, такое, что если я скажу все, это сразу конец. Блин, вот это попадалось. Если бы мы перед подругой не говорили насчет того, что мы видели, то такой ситуации не было бы. Так, ладно. Так, сначала сохранюсь. Ну, это прям... Вот это... Вот это я люблю, когда сложный выбор. Сложный выбор. То есть, по идее, если мы скажем, что мы знаем все, он действительно нас прикончит в любой момент. Это будут последствия, если бы скажем, что мы все знаем для тебя, так что давай тю-тю. Но в то же время, если мы скажем, я не знаю. Тут уже непонятно, как будет обстоять дела по этому поводу. Возможно, сразу же будет как-то... Такая, кстати, тема, что-то вроде... Вот, зачем ты слухи распускаешь? Ту-ру-ту-ру-ту-ру. Вот. И, по крайней мере, может быть, последствия будет в том, что ей не буду доверять. То есть, она как бы... Как бы знает. Но если мы с Алурс со лжом, то... И типа мы... Я не знаю, я все выдумала. То... Блин, я даже не знаю. Это самый сложный выбор. Я не знаю, что выбрать. Ой... Ой, в первой жизни я не знаю, что выбрать. Так. Мы будем тогда... Я рискнул. Я буду в бой, баба. Я все знаю. Я не буду тебе поддаваться. Все. Все. Я видела все. И вы ответите за то, что совершили. Что ж... Прискорбно. Поскольку теперь я вижу, насколько ты не в себе. Это проблема, которую мне придется решить. Опа. Жрец поднимает руку и протягивает ее к лицу Эннелли в быстром и стремительном жесте. Так как, если бы хотел смакнуть с ее лица невидимую паутинку. Пальцы замирают на мгновение возле кожи, не касаясь ее. Однако Эннелли чувствует исходящий от них жар. Волны вибрации, пронизывающие сознание. И голова сразу начинает ощутимо кружиться, а зрение расплываться. Ох, мы сейчас потеряем сознание. Начнем с тебя. А затем я найду твою подругу, чтобы побеседовать с ней тоже. Опа, опа. Уверен, после этого вы обе станете очень послушными и понимающими. Да, жрец салар. Опа, опа. Ну, я догадывалась, но опа, опа. Вот те самые глаза, которые вы видели. Я сделаю все, как вы скажете. Мысли становятся нечеткими, а уплывают куда-то вдаль. В голове начинает звучать голос. Чужой голос, отдающий приказы о том, что нужно сделать и как следует себя вести. Не понимая, что происходит, Эннелли собирается силами и бросает взгляд на прихожан. Но, кажется, никто из них ничего не замечает. Силы все больше оставляют ее с каждым мгновением. Они уже не принадлежат ей. Так же, как и ее тело. Не остается ничего от нее прежней. Только пустая оболочка, которой очень легко управлять. До самой смерти. Вечно. Ваша душа покинула этот мир. А, все-таки нам нужно выживать все-таки? То есть, выбор имеет какой-то смысл? Окей. Понятно. Так, загружаемся обратно сюда. Ну, тогда тогда скажем, я не знаю. И я не знаю, что именно видела. И не уверена, что могу это правильно объяснить. Так, вроде бы все хорошо. Жрец смотрит на Энелли с явной угрозой в глазах, и все же... По-прежнему изучающая. Так, словно никак не может определиться, можно ли ей доверять или нет. Энелли хочется, чтобы он посчитал ее достойной доверия. Он больше всего на свете в этот самый момент. Ведь только так. Можно остаться в живых. Мы уже поняли. Тебе страшно? А теперь, да, мне очень страшно. Да. В таком случае, быть может, я смогу объяснить тебе, что именно произошло здесь в ту ночь. Он мне объяснит? Хм. А как ты объяснишь? Если не станешь совершать глупостей, ты все поймешь. И если после ритуала я соглашусь стать новой жрицей? М-м-м, то есть прям побуждаю, чтобы мы все-таки стали жрицей. Угу. Рад, что мы понимаем друг друга. Потрудись сообщить подруге, что ты ошиблась. Пока это не привело к необратимым последствиям. Вот блин. Как же не повезло я. По идее, можно было как сделать? Сначала подруге соврать. И если же мы пошли к Бунту, к Буну, извините. И там можно было бы рассказать. И как раз таки Салар не был бы на месте. Не услышал бы разговор. Блин. Все-таки прям нужно думать, что выбирать. Блин. Как? Вот это мне, кстати, нравится. То есть надо изначально думать, что выбирать. Чтобы не случилось, как в этой ситуации. Блин. Сердце в груди стучит так громко, что еще чуть-чуть, и жрец точно сможет услышать. Энелли поспешно кивает и готовая на все, лишь бы не чувствовать себя больше в смертельной ловушке. Ее поведение явно забавляет Салар. И выражение сажиться смягчается. В тот же миг Энелли понимает, что спасена. Хотя бы ненадолго. А чего-то мне кажется, что мы с тобой отлично поладим. А мне кажется, что нет. Чуть склонив голову, жрец кратко улыбается и отступает назад. Его лицо вновь становится расслабленным и безмятежным, как тогда, когда Энелли только увидела его у алтаря. Да, нам пора. Хочешь считать так? Дело твое. Но я знаю, кто на самом деле привел тебя в храм в этот час. И кто же мы? Наша богиня Энелли. А прикиньте, это мы богиня, которая за всем это управляет. Ну ладно, это на самом деле не так. Но он просто такой, я знаю, почему ты пришла. Это все, это наша богиня и так далее. Ну, в общем, типичный жрец, типичный верующий. Только она. И она будет приводить тебя ко мне снова и снова. До тех пор, пока ты не поймешь, что это неизбежно. А ты поймешь, Энелли. Я обещаю. Голос жреца серьезен. А вот в глазах его заметная хитрость. Непикрытый расчет. И страшная тайна, в которую Энелли уже оказалась вовлечена. Салар даже не пытается скрыть опотаенный смысл во всех произнесенных фразах. Он хочет, чтобы Энелли его заметила. И хочет, чтобы она увязла еще глубже. Вопрос только в одном. Насколько Энелли обоится того же? Так и не усумев ответить себе с полной уверенностью, она покидает храм. Оставаясь в Наурисе, Энелли находится в смертельной опасности. Вот что ясно точно. Эпизод 4. Великое изобретение. Ладненько, ладненько, блин. Я, на самом деле, впервые выбрала путь, связанный с храмом. И, вроде бы, в Дэмике, вроде бы, не было такого выбора. Я вот не помню. Но я прям это, у меня тут столько впечатлений было только что. Ой, боже мой. Блин, может, на самом деле не нужно было в тот момент, когда мы с Келлиной-то общались, рассказать правду. Не надо было рассказывать правду, нужно было потом, в какой-то момент. Вот, тогда бы Салор ничего бы не услышал. Блин. Ну, ладно. Теперь мы знаем, что тут есть и быстрые концовки. Если вам понравилась данная серия, то обязательно поставьте лайк и напишите в комментариях. А так я с вами прощаюсь. Всем большое спасибо за просмотры, ставьте лайки. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Если вы хотите подписаться на группу ВК или на себя в Дискорте, пожалуйста, на тюб-канале можете ссылки на группу ВК или на себя в Дискорте. Всем уж спасибо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok